Вспышку Коклюша выявили у школьников в Курумканском районе, но на карантин учебное заведение не закрыли. В первой школе у нескольких классов выявили Коклюш. Почему школу не закрывают на карантин? Куда смотрит Роспотребнадзор? Как сообщили в районном отделении Роспотребнадзора, в школе отменили массовые мероприятия, а тех, кто контактировал с больными, отправили на дистанционное обучение. В Баргузинском районе организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия. Ситуация под контролем территориального отдела. Между тем, это не первый всплеск Коклюша в этом году. В начале месяца два младенца попали в больницу с симптомами болезни. В следственном комитете назвали предварительной версией пожара на улице Махавая. Напомню, вчера утром там сгорела квартира многодетной семьи. Спасатели эвакуировали женщину и пять ее детей. Все госпитализированные дети находятся на ИВЛ. По предварительной версии, возгорание могло возникнуть из-за детской шалости или неосторожного обращения с огнем, так как при осмотре места происшествия возле дивана в детской комнате, где предположительно находился очаг, обнаружена зажигалка. Другой пожар произошел сегодня утром в Джиде. На одноименной железнодорожной станции сгорел вагон. Для его тушения задействовали пять человек и три единицы техники. Возгорание было потушено пожарными за полтора часа. В результате пожара вагон выгорел изнутри на площади 75 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание в электрощитовой. Пострадавших нет, на движение поездов пожар не повлиял. Комбинат по благоустройству установил около ста ящиков с песком на дорогах. Теперь любой автомобилист может послужить на благо городу и самостоятельно посыпать проезжую часть. Инициатива хорошая, главное, чтобы водители не перекрывали движение и не создавали аварийных ситуаций. Они нужны, чтобы у автомобилистов была возможность дополнительно вручную подсыпать нужные участки песком. Мгновенно подсыпать все дороги невозможно, особенно во время продолжительных снегопадов. Поэтому мы установили ящики с песком, чтобы при необходимости можно было подсыпать скользкие участки вручную. Но есть один нюанс. Внутри этой коробки нет специальной лопатки, поэтому, как говорится, ручками, ручками.